Сделайте это с пером чеснока, чтобы в разы увеличить урожайность. Чеснок – важная и незаменимая культура, которая известна своими полезными качествами. Чтобы получить хороший урожай чеснока, огородники завязывают перо в узел за неделю к сбору. Как такой способ влияет на урожай, читайте ниже, на что влияет завязывание пера. Луковица растения формируется одновременно с ростом листьев. К середине лета питательные вещества начинают поступать в подземную часть растения. Однако у чеснока этот процесс происходит довольно медленно. У чеснока перо стареет и отмирает не так интенсивно, как у лука. Воздействие на перо – это стресс для растения, в результате которого надземная часть начинает быстрее усыхать. В частности, завязывая узел, человек может ускорить формирование луковицы и сделать сбор урожая в удобное время. Также головки чеснока, у которого завязали перо, вырастают крупнее и дольше сохраняются. Когда завязывать? Перо чеснока можно завязывать через несколько недель после удаления закручивающейся стрелки, за 5-7 дней до уборки урожая. Отметим, что стрелку нужно не выдергивать. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спич Кит. А срезать, извлекать или выламывать, отступив 3-5 сантиметров от верхнего листа. Как только стрелки начнут выпрямляться, то можно завязывать перо в узел и вскоре убирать чеснок. Обычно это делают в середине июля. Если верхнее перо слишком длинное, то можно завязать не один, а два узла. Нельзя затягивать слишком туго, чтобы не повредить надземную часть. Завязывать желательно в перчатках, чтобы не пораниться острыми краями пера. Ранее мы сообщали, как хранить чеснок, чтобы он был свежим целых полгода. Также мы писали, как вырастить белые грибы дома на подоконнике.